Привет друзья! Решила сделать сырники в духовке сегодня делаю. Итак, у меня 490 грамм творога. Для начала я разбиваю яйцо, к яйцу добавляю 3 чайных ложки сахара, чуть-чуть его присаливаю и просто погружным блендером его измельчу, так слегка, просто чтобы не пачкать два блендера сразу. Теперь сюда отправляем творог. Обязательно добавляю ванили в пакетик. Возможно, мне понадобится и второе яйцо. Сейчас посмотрим, что будет зависеть от консистенции творога. Как видите, творог довольно-таки сухой у меня, значит нам потребуется минимум муки. Творог у меня не кислый, поэтому больше сахара я в него добавлять не буду, достаточно. Если у вас творог кислый, добавляйте по желанию, или если у вас такие сладкоежки, что не станут есть не сладкой, но я предпочитаю лучше потом сырники поесть с медом. Начинаю добавлять муку, муку берите просеянную, так понемножечку добавляем и замешиваем. В итоге у нас должно получиться сырное тесто, которое можно будет лепить руками. То есть точное количество муки, я вам не могу сказать, зависит от того, какой у вас творог, от того, какого размера у вас яйцо. Опять же, как видите, у меня точный вес творога и не полкило, и не 400 грамм, нечто среднее. Поэтому добавляем муку, пока не добьёмся нужной нам консистенции. Можете муку заменить манной крупой или какой-нибудь безглютеновой мукой, рисовой, кукурузной и так далее. В тесто по желанию можно добавить изюм, кокосовую стружку. Кстати, кокосовой стружке я, наверное, немножечко сейчас добавлю. Добавлю примерно 2-3 столовых ложечки. Она придаст очень приятный вкус, аромат нашим сырничкам. Несмотря на то, что с классической сырники не добавляется разрыхлитель, я чуть-чуть совсем добавлю. Вот так, пол чайной ложечки. Любые вкусовые добавки по вашему желанию. Можно какой-то джем добавить, фруктовый. Так, ещё немножко муки. Так, готовим противень. Я противень выстелила бумагой для выпечки. Капаю на него немножко масла и смазываю. Вставляю противень в сторонку. Беру дощечку, чуть-чуть её припыляю мукой. Так, теперь я воспользуюсь столовой ложкой для нормирования количества теста на один сырник. Вливаю в чашку холодную воду и мочу ложкой. И теперь формируем шарик, который затем чуть-чуть приплющиваем. Слегка припорошиваем мукой. И кладём на наш противень. То же самое продолжаем с остальными. Итак, отправляем наши сырнички на 180 градусов в духовку на 20-25 минут. Ну вот, наши сырнички готовы. Я чуть-чуть добавляла время. Добавляла примерно 10 минут. Вот такие красивые сырнички у нас получились. Вот такие румяненькие, такие нарядненькие и без лишнего масла. Оставлю их немножко отдохнуть. И с мёдом, со сметанкой. Красота! Да, очень ещё горячие. Давайте посмотрим. Ах, такие румяные! Прелесть просто! Можно присыпать сахарной пудрой, если для малышей. Или просто со сметанкой, с вареньем. Приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok